Истребитель F-16 Fighting Falcon, разработанный американской компанией General Dynamics ныне Lockheed Martin, является одним из самых успешных и широко используемых боевых самолетов в мире. С момента первого полета в 1974 году и до сегодняшнего дня, F-16 остается важным элементом воздушных сил многих стран. Вот основные аспекты, которые необходимо знать об этом легендарном истребителе. F-16 был разработан в рамках программы Lightweight Fighter – легкий истребитель, инициированной ВВС США в 1970-х годах. Целью программы было создание легкого и многофункционального истребителя, который мог бы эффективно выполнять задачи как в воздухе, так и на земле. Первый полет F-16 состоялся 20 января 1974 года, и уже в 1978 году самолет поступил на вооружение ВВС США. F-16 – одноместный или двухместный в учебно-боевых версиях истребитель с одной силовой установкой. Самолет оснащен турбореактивным двигателем Pratt Whitney F-100 или General Electric F-110, которые обеспечивают максимальную скорость более двух маха. Истребитель имеет высокую маневренность благодаря аэродинамической компоновке и продвинутой системе управления полетом Fly-by-Wire. Это делает его очень эффективным в воздушных боях. В дополнение к своей основной роли истребителя, F-16 также может выполнять функции штурмовика, нанося удары по наземным целям. F-16 обладает широким спектром вооружения, включая управляемые и неуправляемые ракеты, авиационные бомбы, а также пушечное вооружение. На 11 узлах подвески могут размещаться различные типы вооружения, такие как ракеты класса воздух-воздух АМ-9 Сайдвайнда и АМ-120 МРАМ, управляемые бомбой КБА-12 ПВИУЙ АЯЙ, а также противорадиолокационные ракеты АГМ-88 ХАРМ. Кроме того, F-16 оснащен радаром с фазированной антенной-решеткой, что обеспечивает высокую точность в обнаружении и сопровождении целей. Также истребитель может выполнять задачи радиоэлектронной борьбы и разведки. Одной из ключевых особенностей F-16 является его многофункциональность. Самолет способен выполнять различные задачи, включая воздушные бои, штурмовые миссии, патрулирование и разведку. Эта универсальность делает его привлекательным для ВВС многих стран, где он может заменить несколько типов самолетов. F-16 является одним из самых популярных экспортных истребителей в мире. Он состоит на вооружении более чем в 25 странах, включая Турцию, Израиль, Египет, Южную Корею и Норвегию. За десятилетия эксплуатации F-16 был неоднократно модернизирован и адаптирован под специфические требования разных стран. С начала эксплуатации F-16 претерпел множество модернизаций. Наиболее современные версии, такие как F-16V Block 70-72, оснащены новейшими технологиями, включая радары с активной фазированной антенной решеткой Эйса, улучшенные системы наведения, современные дисплеи в кабине пилота и возможность интеграции с новыми видами вооружения. Минус-16 принимал участие во многих военных конфликтах с конца 20 века до настоящего времени. Он доказал свою эффективность в условиях реального боя, участвуя в операциях на Ближнем Востоке, в Европе и Азии. Самолет зарекомендовал себя как надежное и эффективное средство воздушного боя и поддержки наземных войск. F-16 Fighting Falcon – это один из самых успешных истребителей в истории авиации. Его технические характеристики, многофункциональность и адаптируемость сделали его важной частью воздушных сил многих стран. С постоянными модернизациями и усовершенствованиями, F-16 продолжает оставаться актуальным и востребованным истребителем, способным выполнять широкий спектр боевых задач в условиях современных конфликтов. Истребитель F-16 Fighting Falcon используется более чем в 25 странах по всему миру. И многие из них успешно интегрировали этот самолет в свои военно-воздушные силы, демонстрируя его высокую эффективность в боевых действиях и стратегической обороне. Вот несколько стран, которые особенно эффективно используют F-16. Особенности эксплуатации ВВС США являются крупнейшим оператором F-16, активно используя его для множества миссий, включая воздушные бои, штурмовые операции и патрулирование. Самолет доказал свою эффективность в ряде военных операций, таких как война в Персидском заливе и операции в Ираке и Афганистане. Модернизации США продолжают модернизировать свои F-16, включая установку радаров с активной фазированной антенной решеткой эйсой улучшенных систем наведения. Особенности эксплуатации Израильские ВВС и Аф являются одними из самых опытных и успешных операторов F-16. Эти самолеты сыграли ключевую роль в многочисленных конфликтах, включая операции против ядерного реактора в Ираке в 1981 году, операции опера и участие в различных военных действиях в регионе. Модернизации Израиль модифицировал свои F-16 в соответствии с национальными требованиями, внедрив уникальные системы управления и вооружения. Особенности эксплуатации Турция имеет один из крупнейших парков F-16 за пределами США и эффективно использует их для защиты воздушного пространства, а также для проведения операций против курдских боевиков и других угроз. Самолеты также активно используются в рамках НАТО. Модернизации Турция проводит модернизацию своих F-16, включая установку современных авианических систем и радаров. Особенности эксплуатации Южная Корея использует F-16 в качестве основного истребителя для защиты от потенциальных угроз со стороны Северной Кореи. Самолеты регулярно участвуют в учениях и патрулировании вдоль домилитаризованной зоны. Модернизации Южная Корея модернизировала свои F-16 для повышения боевых возможностей и интеграции современных систем вооружения. Особенности эксплуатации Пакистан активно использует F-16 для защиты своего воздушного пространства и борьбы с террористическими угрозами. Эти самолеты играли ключевую роль в операциях против боевиков на северо-западе страны. Модернизации Пакистан регулярно модернизирует свои F-16, включая улучшение радарных систем и вооружения. Особенности эксплуатации Греция использует F-16 для патрулирования своего воздушного пространства и участия в миссиях НАТО. Самолеты также часто участвуют в воздушных противостояниях с Турцией и над Эгейским морем. Модернизации Греция недавно начала программу модернизации своего парка F-16 до версии Вайпа, которая включает новые радары, авианику и системы вооружения. Особенности эксплуатации Египет использует F-16 в борьбе с террористическими группировками на Синайском полуострове, а также для патрулирования своих границ и защиты важной инфраструктуры. Модернизации Египет модернизировал часть своего флота F-16 для повышения боевых возможностей. Особенности эксплуатации Польша активно использует F-16 в рамках миссии НАТО и для охраны своего воздушного пространства. Самолеты также участвуют в международных учениях и операциях Альянса. Модернизации Польша продолжает интегрировать современные системы и вооружения в свои F-16, чтобы поддерживать их на уровне современных стандартов. Эти страны успешно используют F-16, интегрируя его в свои оборонные стратегии и модернизируя самолеты для соответствия современным требованиям. Благодаря своей универсальности, надежности и эффективности, F-16 остается ключевым элементом воздушных сил этих государств. Продолжение следует...